Война не закончена, пока не найден последний солдат. По разным источникам число солдат-казахстанцев, пропавших без вести, составляет от 200 до 300 тысяч человек. Если опираться на данные поискового отряда «Мемориал», каждый второй погибший на войне солдат-казахстанец считается пропавшим без вести. Молодая юрист Акбата Утибаева с детства интересовалась фронтовой судьбой своих дедушек. Из одной семьи на передовую Великой Отечественной ушли три брата – Селинбай, Сарсинбай и Жанабай Тулингутов. Мой старший дедушка, он был призван на фронт, он был связистом. Второй дедушка, его зовут Сарсинбай, он родился в 1912 году. Он в фронт ушел в 1941 году. У него была очень тяжелая травма, у него уши абсолютно не слышали. Он вернулся домой, а дома ждала жена старшего его брата, его племянники. Он помогал по хозяйству им, потому что, видите, он не слышал. Младший Жанабай был призван в ряды советской армии в 18 лет в 1939 году. Служил в Ленинграде. Когда началась война, он был командиром взвода, принял бой в ленинградском направлении. Они получили письмо, в письме он цитировал, что очень скучает по дому, что хочет увидеть своих братьев, обнять. Он мечтал, чтобы закончилась побыстрее война. Хотел увидеть своих братьев, племянников, свой дом, свой очаг. Последнее письмо от Жанабая родные получили в мае 1944 года. Осенью 1941 года фронту требовались дополнительные людские ресурсы. В это время было принято решение о формировании национальных частей и соединений. В Казахстане были сформированы 96-я, 105-я и 106-я кавалерийские дивизии. В 1942 году в один из самых тяжелых периодов войны в действующую армию прибыли 100-я и 101-я казахстанские отдельные стрелковые объединения. Каждая казахстанская семья проводила на фронт всех трудоспособных мужчин, мужей, братьев, сыновей. Семью Тулингутовых в конце лета достигает холодное известие о том, что Жанабай пропал без вести. Письмо было очень краткое и не давало объяснений, где и при каких обстоятельствах это произошло. Все ждали его, потому что никто не верил, что он без вести пропал. У всех была надежда, что он вернется. И вот уже весь народ с огромным ликованием встретил Великий День Победы. Каждый день Сарсенбай выходил на дорогу встретить своих братьев. Уже прошли первые месяцы после победы, но их все не было. На войне чудес не бывает. Но то, что произошло со средним братом, иначе, чем чудом, не назовешь. В 1945 году, в конце августа, он увидел своего брата. И в этот момент, может, это было, конечно, волшебством, но не знаю, что это было. И в этот момент, когда мой дедушка увидел своего старшего брата Селена, и к нему вернулся слух. Он все вокруг, и птицы, и голос своего брата, он все услышал. Но чудо возвращения младшего брата семья не дождалась. В то время искать это было очень трудно. Продолжил поиск мой дядя, его зовут Селебек Селенович. В 2014 году поиски включилась я. Акбата решила толкнуться от того, что последнее письмо Джанабая было получено из-под Ленинграда, и поэтому реально было поиски вести там. Я стала писать во все братские могилы, включая и в Пискаревское кладбище. В Ленинграде очень много кладбищ. Я во все кладбищи написала письма. Но ответы были, но неположительные. Они мне писали, что такого солдата не было. На самом большом Пискаревском мемориальном кладбище, вдоль 300-метровой центральной аллеи, влево и вправо уходят печальные холмы братских могил с плитами. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и арт-обстрелов. И 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. В один момент в мою электронную помощь тут пришло письмо. Я открыла из Пискаревского кладбища, и они мне написали, что такого солдата у них не было. Тогда в этот момент был у меня тупик. Я не знала, как дальше искать, где искать. Следы Жанабая Тулингутова затерялись. Если он не погиб под Ленинградом, то где же? Куда идти? Где искать? Спустя неделю они мне отправили письмо, отправили документы. Там была ошибка с фамилией дедушкой. Его фамилия Тулингутов Жанабай, а в документах написано было Тулингутов Жанабай. Я посмотрела на эти документы, и я убедилась, что это мой дедушка, потому что там написан был брат его, мой дедушка, где он, откуда он родом. Я обрадовалась всех своих родственников, что я его нашла. Теперь моя мечта, хочу тоже съездить, конечно, к дедушке. Среди документов, отправленных к кладбищам, была исправка о смерти бойца. Там четко написано, что Жанабай Тулингутов был ранен в голову, доставлен в ВВК-пункт, но рана оказалась смертельной. Удивляет одно, почему он оказался в списках пропавших без вести, и родные более полувека не знали о судьбе брата. Но это не единичный случай. Из Южно-Казахстанской области добровольцем на фронт в 1941 году ушел Жумабай Беймен. Дед Жумабай, по образованию он был педагогом. Был делегатом первого съезда Компартии Казахстана. У него была квота. Он как партийный работник, конечно, мог бы и не участвовать, как можно сказать. Но он добровольно ушел на фронт. Жумабай осенью 1942 года писал из Смоленска, что воюет на самой передовой. Это было последнее письмо. Больше никаких вестей, ни похоронки, ни известия о том, что пропал без вести, супруга и двое детей, уже 15-летний сын Амзибай и дочь Жамиля, так и не получили. Как окончилась война, отец писал неоднократно письма в архивный отдел Министерства обороны СССР в то время было. Ответ был один – в списках не значится. В конец отчаявшийся Амзибай в 1966 году пишет заявление на имя министра обороны СССР маршалу Малиновскому, где настойчиво просит содействия в поиске потерявшегося без вести на войне отца. И вот спустя 20 лет мы получили письмо, где указано было, что он убит 8 декабря в Смоленской области, в Сочевский район, деревня западная Абароша. Наш отец Амзибай поехал на братскую могилу в Сочевский район. В этом году, в марте месяце 15-го года, мы, внуки, нас было трое, были на могиле, где похоронен наш дед. В этой истории также имя солдата и место последнего боя было известно, но до родных эта весть не дошла. Сегодня в большой семье Бименовых 19 внуков, 88 правнуков и 110 праправнуков, и все они чтят память деда в старшем поколении Жумабая Бименова. В Пискоревском кладбище захоронены много солдат именно с Восточного Казахстана. Во время поиска они мне отправляли множество фамилий. Может, это ваш дедушка? Потому что в буквах, в именах или в датах были схозства. Из-за этого они меня отправляли. Очень много солдат, которые без вести пропавшие, и которые до сих пор не нашли. Скорее, и их родственники ищут их. На кладбище номер плиты Жанабая Тулингутова – 110. Это братская могила, без имен, без фамилий. Но после того, как родные нашли бойца, на мемориальной доске появилась фамилия солдата из Казахстана Жанабая Тулингутова, героически павшего в боях за Ленинград. Субтитры создавал DimaTorzok